друзья всем привет сегодня у нас интересненькая работка одно из самых мощных паршов в украине надо поколупаться с вот этим вот покрытием я его делал в прошлом году и ну короче решили переделать уже в другой цвет другое покрытие чтобы такого больше не повторялось хотя покрытие само по себе довольно таки качественно задача она сейчас все аккуратно снять до пластика и посмотреть как мы будем выполнять ремонт ёб твою мать власть что ты делаешь ты сказал чистить блять руками влад руками руками на точкам не ну ты сказал не счете я счастлив ну ненаждаком же сука обычно когда ты говоришь чистить это значит чистить под ноль а я ты видишь что делаю короче рученьками аккуратненько но я пока распаяю эту хер вот этаж чистенькая все шнурмасик предупреждать предупредим надо покрасить вот эту вот серебристую часть это указатель положения рычага я его расклеил надежда на то что буковки у меня уйдут на вставке черный она болта это все идет штамп единственная мысль которая меня посетила она вообще как бы единственное как сделать красиво не просто там что-то иголкой потом налить туда не пойми чего а именно сделать чтобы это было красиво это двойная покраска что это значит я сейчас подготовлю к от красу крашу все вообще не рассматриваю что совместе углубление крашу все серебром лакирую она высыхает потом подкрашиваю черным чистой буковки база сохнет вытираю наждачком у меня база с лака стирается и остается только в углублениях продуваю все вытираю липкой салфеткой и лачу еще раз не только таким макаром можно получить реально красивый внешний вид сейчас все по умываем потому что это панель на которую активно мойщики льют всякую гадость пытаются полировать это мне нужно все почистить вычистить подготовим сейчас к у нас тут не сложная но все же и пойдем сейчас открасим эту штуку пока готовится панель снимается от резины она должна подсохнуть это дело в том что даже не краска еще не лак это какая-то дрянь накатанная потому что она он смывается ну да ладненько не проблема не беда либо лак такое говно он смывается но видно пятна не идет то такое сейчас делаем будет красиво размещаем наш объект насилия какой манометр и какой пистолет да это миллиметровый lph 80 там у нас залить нужный нам пигмент и и пахмали Хорошо обсушиваем. Все, пусть сохнет. Посмотрим, вроде все высохло. Это хорошо. Значит, берем и лачим. Лак 3 к 1 Ниппан. Выбрал его из-за того, что у него классная сушка. Для таких деталей. И не царапается. Пистолет все тот же. Дюза миллиметр. Он полутораслойный. Поэтому поджидаем, пока подсохнет. Чуть-чуть. И вольнем сейчас еще один. Очень важно там все вот эти продуть. Наваливаем. Мне нужен хороший, толстый слой лака, чтобы можно было завтра что-то потереть. Красиво. Все. Так и оставляем. После сушки красим черным по буквам. Подтираем и лакируем еще раз. Сейчас приступим. Сейчас начнем. Что у нас получается? Владюган исправился. Подготовил пальчиками, нежными белорусскими ручками. Ободрали пластик. Пластик интересный. Он от растворителя постоянно катается. Даже от обезжирки сольвентной. То есть он постоянно размокает. Аккуратно обезжирили сольвентом. Хорошо повымывал все водой. Сейчас липкой салфеткой обтираю. Готовим это все дело безобразие. Под грунтование мокрый по мокрому. Потому что тут если грунтовать... Ну, во-первых, покрасить напрямую нельзя. Если грунтовать наполнителем, задолбешься. Это все перетирать. Лучше я где-то видимые части. А из видимых частей что? Смотрим. Сидит у нас водитель с этой стороны. Из видимых частей у нас вот эта консолька. Ну и та, с тому собой, от пассажира сторона. То есть даже если что-то мне там придется подтереть, это не беда, это не страшно. Это проще. Да и красивее будет, нежели тереть наполнитель. Примотано. Прикручено. Все обдуто, вычищено по максимуму. Сейчас тут отвалим мокриком. И займемся той панелькой, которую я вчера покрасил. Там-то работы как бы немного. Дуну черным высохнет. Дуну черным высохнет. Залачить это все дело. Что мне тут не нравится? Что-то мне тут не нравится. Сейчас адгезионный грунт по пластику обязательно. Есть. У меня в банках ноу-нейм. Но проверено. Это грунт без... Это грунт, Адди. Это грунт без эффектных частиц. Они мне тут на-не-на, как говорится. И мне им как-то привычнее, приятнее работать. Сильно не заливаю. Реально боюсь, чтобы пластик этот дыбом не стал. Потому что он какой-то веселый и интересный. Я его даже в прошлом году, когда резиной обваливал, он себя вел нестабильно. Дюза на пистолете 1,2. Я сейчас с этого же пистолета буду его мокряком заваливать. Мокряка тут будет, ну, как минимум два слоя. Может быть, даже два с половиной до трех. Потому что разведен он будет по максимуму своей количества разбавителя у него. Чтобы он был жиденьким и удачно проникал, протекал через дюзу 1,2. Есть. Чем удобен однокомпонентный грунт? Чик-чик. И не в минусе. Идем разводить наполнитель. Приступаем. Довлячок. Двоечка. Разбавлено. По максимуму тоненько. Без всяких там излишеств. То есть первый взглянец не буду делать. Мокрый на пыл. Чисто из-за того, что вот этот пластик, сука, хитрой. Грунт растянется. Я за грунт как бы не переживаю. Я за себя волнуюсь. Вот самое трудное, это вот туда. И надусь, чтобы не потекло. И так, чтобы глянец был. Сложнее всего будет на лаке. Приступаем. Другой. Сложнее. Что-то. Скажем. Сложнее. Другой. В этом случае будет навязать. Без commercial. Без battle. Грунт растянется. Без пыл. Без пыл. Без пыл. Без пыл. Без пыл. есть грунт в толщине такой сохнет очень быстро уменьшаем и теперь полностью глянец потом она подсохнет я еще гляну может еще навалить чтобы вдруг чего я мог тернуть его тернуть и не пробиться до пластика но в то же время не наливать надо лишнее потому что вот эти механизмы они открываются они шевелятся движутся это значит что лишние там 15 микрон они будут лишние попробуем оттуда точечкой подоставать все лак будет полуматовый поэтому в принципе если я гляне сам очкану проливать нормально она видно не будет мы об этом никому не скажем и будет все дай бог говорится пронесет на шо у нас тут у нас тут еще то вроде хватит а а а а а а а Продолжение следует... 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 Краска ван степ, поэтому в один проход и припылили. В точку, подачу в минимум. Вот туда берем и все красим. Вот туда берем и все красим. Вот туда берем и все красим. Все, покраска окончена. Вот теперь точно окончена. Сушка и лакировка. Ну что ж, продолжим. Все высохло, высушено. Эта рамочка вот так получается. Вроде бы все красиво. Два миника, миллиметровый 1,2. Тут чистый лак, тут матовый лак и глянцевый лак в пропорции один к одному. Сначала пройду. Наверное, все сначала матовым пройду. Потом отдельно ручечку глянцевой. Лак двухслойник. Начинаем. Как обычно, внутрянки самые сложные. И не пролачить нельзя. И хорошо пролачишь, потечет. И не пролачивайся. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...